Приветствую вас и эффективных способов нет. Ну то есть ваша позиция относительно себя, она возникла не случайно, она возникла не сегодня, она возникла не вчера и не месяц назад. Она возникла в результате целого ряда обстоятельств вашей жизни, которые повлекли за собой такое желание. И как бы с точки зрения психологии вы просто напросто продвигаете тот посыл, который вам заложили ваши родители, ну или ваше социальное окружение, которое у вас имеется. И все. Больше как бы причин нет. То есть кто-то отчаянно желает вам смерти. Он делает это невербально, но вы чувствуете, что вы достойны смерти. Вот. И причин этому объективных может быть очень много. Начиная от неудачи, заканчивая восприятием себя, комплексами и так далее. Поэтому я рекомендую вам то, что можно реально порекомендовать, да, это посмотреть, своими ли мыслями вы пользуетесь. Ну, когда обдумываете эту историю, историю о том, что надо свести счёты жизни. Вот. Не повторяете ли вы чьих-то позиции по отношению к себе? Понимаете? Вот. А также я рекомендовал бы вам подумать о том, насколько вы себя любите, принимаете, что вы в себе не принимаете, почему вы в себе не принимаете. Ну, того или иного. А также я рекомендую вам подумать о том, чем вы занимаетесь и на что тратите свои силы, свою энергию. То есть, если вы тратите свои силы и энергию на то, что вам в принципе не интересно, то, возможно, стоит пересмотреть свою деятельность. Очень важно, какие процессы происходят у вас в сознании и в подсознании, возможно, тоже. Условно говоря, нет ли у вас внутренних конфликтов? Если есть, то кто с кем борется или что с чем борется? Вот. Понимаете, какая история? Очень здорово, что вы обратились на сайт, очень здорово, что вы хотите что-то изменить, но, к сожалению, эффективных способов нет. Это, в некоторых случаях это является заболеванием, которое лечится, в некоторых случаях это является предметом для работы, вот, к сожалению. Но те способы, те рекомендации, которые я дал, помогут вам немножечко в этом разобраться. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. и м